В Казахстане продолжают реализовывать совместные проекты с Китайской Народной Республикой В рамках инициативы «Один пояс, один путь» на сегодня из 55 завершено уже 9, еще 8 планируют закончить в этом году Развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере не только обсудили сегодня первый президент Казахстана и посол Поднебесной в нашей стране Нурсултан Назарбаев напомнил, что примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине Там намечены переговоры с председателем КНР Сидинпином, а также обсуждение результатов и перспектив совместной работы В свою очередь посол Джан Цао отметил исключительность форума и подчеркнул, что в нем примут участие 37 глав государств и правительств От тихого пьяных до огромных высот Я с большим удовольствием принял приглашение председателя Сидинпина и собираюсь ехать на форум «Один пояс, один путь», где большой поддержкой мы будем выступать Скажем о результатах, которые достигнуты, будем говорить о будущем нашей совместной работы Я знаю, что у меня будет отдельная встреча с председателем и переговоры Я очень ему благодарен за все годы поддержки Мы работали все 7 лет вместе и всегда было полное взаимопонимание Я, прежде всего, хочу передать вам самый теплый привет и наилучшее пожелание от вашего давнего хорошего друга Председателя ГАНДР, господина Сидинпина Он с нетерпением ждет вас уже на этой неделе в Китае Второй форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Это резонансное международное событие На нем принимают участие 37 глав государств, глав правительств И на свете всех участников Александр Абишевич, вы будете самым почетным, самым важным гостем на этом важном мероприятии Все годы независимости, начиная с председателя ГАНД, я веду совместную работу За эти годы отношения Китая с Казахстаном с нуля поднялись до огромных высот И огромную работу провели по инфраструктуре Я по границам, по всем вопросам председателям ГАНД решали Дальше продолжали председателям Хозинтао И вот очень плодотворное, доверительное сотрудничество председателям Хозинтао Я очень ценю, Казахстан ценит и новый президент такого же мнения по всем этим вопросам И мы эти отношения будем продолжать, потому что это выгодно и для Казахстана Смотрите, 9 транспортных магистралей проходят через Казахстан Если говорить об автомобильных, то 11 транспортных От Тихого океана через Китай, Казахстан проходят сейчас Западный Китай, Западный Казахстан, Европу Транспорт, Западный Китай, Каспий Теперь через Каспий, Баку, мы выходим в Европу, через Турцию Мы построили дорогу на юг, Персидский залив Так что по всем направлениям дороги идет большая работа Еще сухой порт Харгос на границе Китая с Казахстаном Который обрабатывает огромное количество угрозов И количество контейнеров ежегодно растет в два раза То есть это наша реальная поддержка, это реальная польза для всех наших стран И мы эту работу будем продолжать, об этом я буду говорить В этом году Китай будет отмечать 70-летие создания Китайской Народной Республики 40 лет экономического пути, огромного роста Китая С этим я искренне поздравляю дружеский китайский народ А мы соседи и добрые друзья во всех делах Казахстан намерен перенимать опыт Кореи в сфере инновационных технологий Об этом договорились главы государства во время встречи в Акурде Стороны детально обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества И наметили планы на перспективу В Казахстан президент Южной Кореи прибыл накануне Подробнее о встрече Касымжу Марту Токаева и Мун Джейина Расскажет Ирина Панфилова К встрече, которая войдет в историю Казахстана и Кореи В Акурде практически все готово Выстраивается караул, проверка микрофонов Корейские журналисты торопятся запечатлеть этот исторический момент Не сдерживаются и приезжие министры Таким составом они в Казахстане впервые На время гул сменяет тишина Слышны только щелчки фотокамер И вот под звуки оркестра в зал входят почетный гость Президент Южной Кореи Мун Джейин В сопровождении первой леди Ким Джон Сук Их лично встречает глава государства Касымжу Марту Токаев Атмосфера дружественная с первых секунд встречи Президенты обмениваются улыбками и крепким рукопожатием Затем знакомство с министрами обеих стран И вот уже глав государств встречает почетный караул А сразу после звучат гимны республик В этот миг зал наполняется особой торжественностью Сразу после торжественной церемонии Главы государств удаляются на двусторонние переговоры Здесь Касымжу Марту Токаев еще раз приветствовал Мун Джейина Господин президент, добро пожаловать в город Нурсултан Вчера наш разговор был коротким Но все же мы обсудили важные вопросы Это ваш первый визит в Казахстан Пусть он пройдет плодотворно На повестке дня вопросы по развитию двусторонних соглашений Я надеюсь, мы придем к единому мнению В Казахстан лидер Южной Кореи прибыл накануне В Алматы он встретился с представителями корейской диаспоры Одной из самых многочисленных в нашей республике Сегодня здесь проживают больше 100 тысяч человек Господин президент, мы хотели бы выразить слова признательности За ваш теплый прием от меня и моей делегации По приезду в Нурсултан мы провели церемонию передачи Праха национальных героев республики Корея От имени всего нашего народа я благодарю За оказанное содействие правительства Казахстана Это очень значимое событие для корейцев В этом году 10 лет, как Казахстан и Корея стали стратегическими партнерами Детали дальнейшего сотрудничества главы государства Обсудили уже на расширенном заседании По словам Касымжу Марта Токаева Торгово-экономические отношения республик выходят на новый уровень Для граждан Казахстана и Южной Кореи действует безвизовый режим Также между государствами открыто регулярное прямое авиасообщение По итогам прошлого года товарооборот между странами Достиг рекордных 4 миллиардов долларов Это в два раза больше показателей 2017-го Южная Корея является одной из 10 приоритетных для Казахстана стран С точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества Мы заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия И поиске новых возможностей для реализации на данном направлении Планомерно развивается наше сотрудничество в области инвестиций Приток только прямых инвестиций из Кореи в Казахстан составил порядка 7 миллиардов долларов Мы имеем достаточное количество историй успеха в данной сфере Одним из крупнейших проектов на данном этапе является строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги с участием корейских компаний Корейский бизнес успешно работает в пищевой, горнообогатительной, автомобильной и других отраслях Казахстана Все эти примеры служат положительным сигналом для других южнокорейских компаний Заинтересованных в инвестировании в Казахстан Мунжаин, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских связей между странами Особо отметил президент достигнутую договоренность по программе «Свежий ветер» Она направлена на развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, культуры и здравоохранения Эта программа придаст новую энергию двустороннему экономическому сотрудничеству Надеюсь на тесное взаимодействие Казахстан поддерживает развитие мирного процесса на Корейском полуострове Хотел бы, пользуясь случаем, выразить слова особой благодарности вам за поддержку Казахстан – это страна, которая добилась экономического развития после добровольного отказа от ядерного оружия Что является очень важным примером для Корейского полуострова Мы надеемся, что вы поделитесь с нами опытом в этом вопросе По итогам переговоров стороны подписали документы о развитии взаимовыгодного сотрудничества по самым разным направлениям В том числе договор о передаче осужденных, взаимном признании уполномоченных экономических операторов И программу обновленного сотрудничества в сфере экономики Мы договорились активизировать работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству Рассмотреть вопрос о повышении уровня сопредседателей данной комиссии Кроме того, особое внимание нами было уделено углублению сотрудничества в транспортно-инфраструктурном строительстве В этой связи хотел бы отметить близость стратегических приоритетов программ развития наших стран Нур-Лужоу и новая северная политика 2022 год договорились определить годом взаимных культурных контактов, продвигая различные культурные мероприятия Недавно в Корейском Центральном Государственном Музее открылась выставка «Земля золотого человека. Казахстан» Она стала объектом большого интереса среди наших граждан Стороны будут взаимодействовать в области четвертой промышленной революции, банковского сектора космических технологий, системе здравоохранения Также Казахстан и Корея планируют обмениваться студентами и совместно решать проблемы Аральского моря По завершению встречи Касым Жумар Тукаев вручил Мун Джейину книгу о депортации корейцев Лидер Южной Кореи в свою очередь пригласил главу Казахстана в гости Глава государства предложение принял В нашей республике сегодня работают больше 500 казахстанско-корейских предприятий После этой встречи на высшем уровне есть уверенность, что совместных проектов станет еще больше Точки соприкосновения найдены, планы намечены, осталось воплотить их в жизни Как заявил глава государства Касым Жумар Тукаев Сегодня нашей стране нужны технологии Кореи В планах открыть в столице Казахстана международный казахстанско-южнокорейский IT-центр Ирина Панфилова, Морбек Езимов при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана Хабар 24 Сегодня же прошел казахстанско-корейский бизнес-форум, который посетили главы двух государств В мероприятии приняли участие представители национальных компаний и крупного бизнеса Асхат Ниязов пообщался с участниками и узнал, какие проекты будут реализовывать Казахстан и Корея С чем у вас ассоциируется Корея? Samsung, LG, Hyundai, Kia? Молодежь может, конечно, еще вспомнить кей-поп, но все же в основном республика Корея сегодня это производство Страна, в которой нет полезных ископаемых, тем не менее, вырывается в мировые лидеры и неплохо себе живет Итак, с чем же у казахстанцев ассоциируется Корея? Что касается автомобильного производства, игры закончились Новый завод, нет отверточного производства, больше 51% локализации На авто корейского бренда сегодня передвигается чуть ли не четверть граждан Казахстана Бизнесмены выбор соотечественников понимают и ставят еще одно совместное производство Буквально вчера заложили капсулу нового завода Этот этап, когда нас упрекали, что мы прикручиваем колеса к готовой машине Он проходит, потому что наше правительство ужесточает требования к сборке автомобилей, производству автомобилей Новый завод, как и другие совместные предприятия, показали Касымжумарту Токаеву и Мунджаину Здесь представлены практически все сферы Металлургия, химия, машиностроение, кондитерские изделия и медицина В последнем Корея тоже в числе лидеров после Сингапура и Гонконга Так вот, чтобы не собирать огромные деньги и лечиться в Корее, в Алматы открыли совместную клинику Наша задача привлечь основные технологии из Кореи в Казахстан Самая проблема в Казахстане – это диагностика выявления болезни Кореи по этому пути пошли уже очень глубоко После обхода выставки президент Казахстана выступил на самом форуме Глава государства заявил, что для того, чтобы сотрудничество развивалось, Казахстан сделал от себя все зависящее Успешно функционирует Совет иностранных инвесторов, Международный финансовый центр Астана В целом, за последние годы в экономику страны было привлечено больше 300 миллиардов долларов Так что Корея, как говорится, велком Свою задачу как президент я вижу в максимальном содействии корейскому бизнесу Этому будет способствовать и наша политика, направленная на развитие предпринимательства Наши страны реализуют совместные проекты в самых различных секторах экономики Это строительство, инфраструктуры, сельское хозяйство, машиностроение, финансы, здравоохранение и другие отрасли Возьмем, например, строительство Помимо известного корейского бренда, который строит квартиры класса люкс Южная Корея помогает строить инфраструктурные проекты, которыми смогут пользоваться уже все, вне зависимости от достатка В текущем году начинается строительство большой алматинской кольцевой автодороги Бакат Которая реализуется с участием корейских компаний Этот проект тоже может стать еще одной совместной историей успеха Интересный факт. 15% тех, кто вошел в список Форбс Казахстана, этнические корейцы Пожалуй, ни в какой другой стране в мире нет такого процента корейцев среди богатейших людей страны У нас, в принципе, всегда были особые отношения, направленные на сотрудничество и развитие И с каждым годом отношения становятся все ближе Ведь, как говорят корейцы, истинная дружба похожа на медленно растущее дерево Асхат Ниазафир Меккиншебек, Хабар, 24 Ревизионные комиссии выявили в регионах финансовые нарушения За прошлый год сумма превысила 300 миллиардов тенге Об этом в Сенате сообщила председатель счетного комитета Наталья Годунова Причина более третьей всех нарушений в том, что бюджетные деньги на местах расходуют неэффективно При этом акиматы сейчас наделены гораздо большими полномочиями Своим бюджетом распоряжаются свыше тысячи сельских округов страны или более 40% Ожидается, что к 2020 году к ним присоединятся и остальные населенные пункты Спикер Сената Дариган Назарбаева подчеркнула, что местным исполнительным органам нужны как поддержка, так и контроль Роль маслехатов будет с каждым годом расти Тем более даем больше самостоятельности, больше бюджета, больше налогов на местный уровень И вопрос контроля и эффективного использования этих средств это сегодня вопрос ключевой Если посмотреть все отчеты счетного комитета, всех контролирующих органов, то мы видим огромные суммы неэффективно использованных денег Огромные суммы денег неосвоенных, потому что плохое планирование и не все еще умеют выбирать приоритеты Поле 7 миллиардов тенге доходов получили с начала года органы местного самоуправления Поступления выросли на 47% по сравнению с 2018 Об этом сообщил министр нацэкономики Руслан Даленов По его словам, РОС связан с тем, что Акиматы стали активнее выявлять незарегистрированные имущества, которые ранее налогами не облагались Также ощутимой помощью для них стало упрощение процедур госзакупок Это очень серьезные стимулы послабления Раньше в пределах 100 мрп можно было проводить госзакупки без одного источника, без правил Теперь эта сумма поднята до 3000 мрп, что дает самостоятельность Главное теперь, что можно в пределах этой суммы нанимать предпринимателей своего же региона, стимулировать свою региональную экономику Продукцией племенного хозяйства под Нурсултаном заинтересовались китайцы В самой же столице найти рынок сбыта полезным козьему молоку и сырам владелец фермы не смог В то же время, считают он, все это можно включить в рацион школьников и пациентов больниц О проблеме стало известно во время выездного совещания депутатов на завод Вместе с мажелесменами вопрос изучила и наш корреспондент Гульнара Ерманова Вот так высокопоставленных гостей встречают импортные козы и козлы Они ластятся к депутатам, словно понимают, проблему со сбытом молока могут решить только на таком высоком уровне Сбыт как бы у нас есть, да, у нас есть большой потенциал к росту, мы сейчас его не осваиваем Однако у нас поступают предложения с других стран, в том числе с Китая, о закупке нашей продукции в больших объемах И за цену, которая намного выше, чем предлагаемая в Казахстане Мы, конечно, патриоты страны, хотели бы, чтобы наши люди питались правильно и были здоровы Но если у нас нет тут рынка сбыта, мы, соответственно, Виктор поменяем Литр козьего молока на рынках Нурсултана продают по 800 тенге Импортный же аналог стоит около 1200 Свой молочный бизнес владелец завода уже вложил 3 миллиарда тенге Оборудование закуплено у итальянцев Процесс доения полностью автоматизирован А это уже демонстрация готовой продукции Широкий ассортимент полезных и вкусных видов молочки И, похоже, натуральные продукты пришлись мажелесменам по вкусу Депутаты еще долго не хотели покидать завод Дегустация продукции затянулась больше, чем на час Неудивительно, ведь когда еще мажелесмены смогут насладиться настоящими Экологически чистыми йогуртами, сырами и сметаной Руководителю порекомендовали осваивать соцсети И популяризировать продукцию там Со своей же стороны парламентарии пообещали помочь решить проблему с реализацией Есть серьезные проблемы у предприятия, потому что он чемпион всего этого Он идет впереди, откатывает дорогу И наша задача помочь Я как депутат, как член аграрного комитета Я вижу пути решения их вопросов В первую очередь, конечно, это компенсация, это субсидии И по оборудованию, и в целом на готовую продукцию Нам надо эти фирмы масштабировать Продукция из козьего молока пока не популярна среди казахстанцев, говорят на заводе Руководитель уже выходил с предложением о включении полезных йогуртов и творожков в меню школьников Во всем мире знают о свойствах этого вида кисломолочной продукции Она, к примеру, гипоаллергенна и значительно укрепляет иммунитет Гульнара Ерманова, Ерзат Зайтхан, Хабар, 24 В Казахстане создан Координационный совет по привлечению инвестиций Его возглавил премьер-министр страны Оскар Мамин Новый институт будет заниматься решением вопросов, связанных с реализацией инвестпроектов и защитой прав инвесторов Работать совет будет на базе Международного финансового центра «Астана» Где услуги предоставляются на основе английского права и по принципу одного окна Андрей Деменок продолжит тему Одна из главных задач в работе нынешнего Кабмина – привлечение инвестиций В перспективе их объем в основном капитале и ВВП страны должен составлять минимум треть Для достижения цели в правительстве даже пошли на капитальную перестройку ранее существовавшей модели по работе с инвесторами Прошлый вариант признали разобщенным То есть каждое кемат и министерство достигали инвестиционных показателей отдельно друг от друга Ельбасы поставлена задача по обеспечению устойчивых темпов роста экономики Что потребует от нас увеличения в среднесрочный период объема инвестиций в основной капитал до уровня 30% от ВВП Основным драйвером должны стать прямые иностранные инвестиции Мы должны четко понимать, что привлечение иностранных инвестиций даст развитие экономики И позволит нам решить вопрос качества жизни населения, создать новые рабочие места и решение социальных вопросов Определены цели и задачи Всем необходимо мобилизоваться на решение поставленных задач На сегодня доля привлеченных инвестиций в основной капитал и ВВП страны не доходит до 20% Поэтому в Министерстве иностранных дел сейчас заняты достижением необходимых показателей По словам Бейбута Атамкулова, определены 40 приоритетных стран-инвесторов Основной акцент будет направлен на США, Германию и Японию Также создана информационно-мониторинговая система, которая сопровождает инвестора на всех этапах работы Данная система сопровождает инвестора на прединвестиционном, инвестиционном и постинвестиционном этапах Таким образом открывается возможность точечно определять проблемные вопросы по каждому инвестиционному проекту в онлайн-режиме В настоящее время в мониторинге Министерства находится 174 проектов с иностранным участием На сумму свыше 40 миллиарда долларов, созданием порядка 41 тысячи рабочих мест По каждому проекту разработаны и утверждены дорожные карты Контролировать их выполнение как раз одна из задач Координационного совета, возглавил который Аскар Мамин Таким образом, например, министра возлагаются обязанности инвестиционного омбудсмена Решающего вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов и защитой прав инвесторов Международный финансовый центр «Астана» в свою очередь призван стать региональным центром по привлечению инвестиций Здесь же есть все возможности по привлечению финансирования в рамках английского права Здесь же есть международный арбитражный центр, английский суд То есть все располагает к тому, чтобы именно на инфраструктуре МФЦА создать такой инвестиционный хаб Оценили ожидаемые изменения в ходе заседания правительства и сами инвесторы По их словам, за годы независимости Казахстан достиг определенных успехов в работе с иностранным капиталом Однако высокая конкуренция со стороны других стран, также заинтересованных в привлечении инвестиций Заставляет не останавливаться на достигнутом Андрей Деменок, Фермякин Шимбек, Хабар 24 С момента объявления внеочередных выборов президента Республики Казахстан прошло 13 дней Список претендентов пока пуст Но уже завтра станет известно имя единого кандидата от партии Нур-Отана Сегодня полицовет объединения утвердил повестку завтрашнего 19-го внеочередного съезда Рассказали в Нур-Отане о том, каким будет курс предстоящей предвыборной кампании Подробнее Динара Жамбатырова В кулуарах Нур-Отана сегодня особенное настроение Члены лидирующей партии со всей страны собрались, чтобы определить повестку 19-го съезда Имя кандидата на пост главы государства от партии будет названо завтра За это, а также за то, что предвыборная кампания кандидата будет выдержана в духе преемственности курсу Ельбасы Члены полицовета проголосовали единогласно Миссию партии в предстоящий период видим в том, чтобы быть главным гарантом сохранения преемственности курса Ельбаса И достижения всех стратегических целей, поставленных первым президентом Казахстана По словам участников полицовета, на завтрашнем съезде обсудят ход предвыборной кампании Но самое важное, это еще раз приверженность курсу первого президента И предвыборная программа, безусловно, будет базироваться на этом принципе Политическое лидерство, которое было у нас в стране, оно было гарантом стабильности и развития И вот самое главное, это преемственность политического курса нашего Ельбасы Предстоящих выборов ждет и мировое сообщество для инвесторов потенциальных и уже работающих в Казахстане Самое важное, это стабильность и предсказуемость Мы общаемся со многими представителями промышленности, крупных промышленных корпораций, мировых в том числе И я думаю, что это главное, чтобы страна именно следовала, им преемственность была сохранена Тогда я думаю, что все будет так же успешно развиваться, инвестиции в страну идти, производство будет расширяться Это будет главный месседж на самом деле всему миру А перспективы развития страны зависят от каждого конкретного ее жителя Отдать голос за будущее государства – прямая обязанность настоящего патриота В каждом регионе наши однопартинцы, они активно включаются во всю работу, которую сегодня выдвигает наша партия Вы знаете, что мы приняли большую программу, дорожную карту в рамках развития на 18-м съезде Который ставится именно акцент на социальную политику Уже завтра разрешится одна из главных интриг Полторы тысячи нуратановцев со всей страны проголосуют за кандидата в президенты Динара Жанбатырова, Алибек Алиев, Хабар 24 Центральная избирательная комиссия готовится к оценке потенциальных претендентов Один из главных критериев отбора – знание государственного языка Экзамен будет состоять из трех этапов Кандидатам предстоит написать сочинение на три страницы, а также выразительно прочитать и пересказать текст Темы заданий пока держатся в секрете Известно только то, что связаны они с произведениями отечественных писателей и историей независимого Казахстана В цехе уже сформирована специальная лингвистическая комиссия Не все работы мы можем показать А если претендент, кандидат к президенту недоволен, мы эту работу показываем Потом эту работу мы можем показать и вам У нас такая практика была В Шемкенте организовали диалоговую площадку для работников легкой промышленности региона Где можно было получить информацию о внеочередных выборах президента Казахстана Спикерами выступили депутаты городского маслихата Которые рассказали о важности предстоящей выборной кампании для дальнейшего динамичного развития страны Народные избранники призвали проявить активную гражданскую позицию В целом население положительно отзывается о работе в социальной сфере Люди понимают, что выборы это очень важно для всех И говорят, что придут на голосование Решение неочередных выборов имеет историческое значение Это важное и нужное решение Впервые по всей стране избирательные участки адаптируют для людей с особыми потребностями Министр труда и социальной защиты населения подписал соглашение о сотрудничестве с Центроизбиркомом Функционирует интернет-портал «Доступная среда», где можно узнать адреса участков, готовых к приему лиц инвалидностью В Казахстане их насчитывается 680 тысяч человек, из которых почти 500 тысяч могут голосовать Специально для них избирательные участки расположили на первых этажах здания Предусмотрели наличие пандусов, настилов, добавили освещение При необходимости будут привлекаться сурдопереводчики Рассматривается также вопрос по подготовке материалов о кандидатах, напечатанных увеличенным шрифтом Для каждого вида инвалидности должны быть свои доступные форматы Для плохо видящих или незрячих это аудиоформаты Для неслышащих, слабослышащих это сурдопереводы Для инвалидов, в которых кресло-коляска, для них подъездные пути, пандусы и специальные кабины Это делается в нашей избирательной практике впервые К событиям в мире жертвами серии взрывов на Шри-Ланке По последним данным стали 290 человек, еще около 500 ранены Среди погибших не менее 35 иностранцев До сих пор ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы О том, как разворачивались события, расскажет моя коллега Жадра Джазина Жадра, эти события, которые произошли на Шри-Ланке Они напоминают те события, которые буквально в прошлом месяце произошли в Новой Зеландии Да, целью обоих атак стали религиозные учреждения Однако в Новой Зеландии организатор нападения действовал в одиночку Им оказался гражданин Австралии и ультраправых взглядов На Шри-Ланке же, по мнению местных властей, организаторами теракта Могли стать религиозные экстремисты Впрочем, обо всем по порядку через пару секунд 21 апреля, воскресенье, когда католики по всему миру праздновали Пасху На Шри-Ланке произошла серия взрывов Первые шесть прогремели в трех храмах и трех пятизвездочных отелях страны Седьмой на западе острова, восьмой в жилом комплексе в пригороде Колумба Почти все эти взрывные устройства сработали одновременно Число жертв продолжает расти, так как многие пострадавшие в тяжелом состоянии Есть и пропавшие без вести Отмечу, что большинство погибших и пострадавших местные жители Преимущественно христиане Я ищу свою коллегу, она пошла в церковь и не вернулась Мы искали ее сутки, но от нее никаких вестей Поэтому я пришла в больницу, может быть она здесь? Сразу после произошедшего власти вели в стране комендантские часы Также ограничили доступ к социальным сетям Для того, чтобы предотвратить распространение ложной информации и слухов В местном аэропорту усилены меры безопасности О сроке окончания этих ограничений пока не сообщается Жители Колумба сдают кровь пострадавшим В донорских центрах огромные очереди Перед всеми крупными зданиями дежурят военные Организованные пункты оказания помощи пострадавшим На данный момент полиция задержала свыше 20 подозреваемых Причастности к взрывам Все они местные жители Мы предпринем жесткие меры против всех тех, кто несет ответственность за эти нападения Военные силы страны сделают все необходимое для защиты государства Политики во всем мире выступили с осуждением атак В числе первых были президент Индии и премьер-министр Австралии Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности оказать Шри-Ланке помощь Свои соболезнования выразила премьер Великобритании Тереза Мэй Во время пасхальной службы в Ватикане Папа Римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке жестоким насилием Я хочу выразить соболезнования народу Шри-Ланки Британцы скорбят вместе с вами И, конечно, все, что мы сейчас можем сделать Это предоставить помощь любыми возможными способами Дорогие братья и сестры С печалью я услышал новости о нападении Которые принесли боль и траур в церкви и другие места на Шри-Ланке Где люди собрались на Пасху Хочу выразить свою любовь к христианскому сообществу Которому нанесли удар во время молитвы Всем жертвам этого жестокого насилия Веряю Господу тех, кто трагически погиб И молюсь за раненых, за всех, кто пострадал в результате этих событий Итак, кто же на самом деле стоит за этими ужасающими нападениями? По мнению властей, теракт устроили религиозные экстремисты По версии некоторых индийских СМИ, к атакам могут быть причастны боевики Тегил Другие считают, что нападение совершили члены экстремистской группировки Тигры освобождения Тамил и Лама Цель этого движения – борьба этнических Тамилов с сингалами Позже на этническую рознь наложилась и межконфессиональная Поскольку большинство сингалов исповедуют буддизм, а Тамилы – индуизм и ислам На сегодняшний день на Шри-Ланке проживают 22 миллиона человек 70% верующих в стране буддисты, более 13% индуисты, почти 10% мусульмане, а христиане составляют свыше 7% населения Восстание не является целью этого нападения Злоумышленники намеревались таким образом разжечь в обществе религиозную ненависть и нетерпимость А также расколоть его на несколько лагерей Эксперты отмечают, что ряд последних событий свидетельствовал о росте напряженности в отношениях между представителями разных конфессий Впрочем, до объявления официальных результатов расследования говорить о конкретных исполнителях организаторов терактов рано подчеркивают аналитики На этом у меня все, Динара Спасибо Это был наш международный обозреватель Жадра Джазина Мы продолжаем выпуск На полях Казахстанско-корейского бизнес-форума подписан ряд соглашений Это придаст новый импульс развитию экономик двух стран Уверены представители холдинга Байтирек и корейских корпораций О чем именно договорились бизнесмены, расскажет Гульнар Хасан Главы крупнейшей корпорации, уверенно ведущих корейский бизнес в авангарде мировых рынков Именно они, люди делового мира Кореи, гости нынешнего форума Это уже в культуре этой страны, быть бизнесменом МСБ обеспечивает две трети ВВП Корея всячески поддерживает конкурентоспособные предприятия Помимо налоговых льгот, оказывает и технологическую помощь Этот опыт просто бесценен для отечественных бизнесменов Отметила казахстанская сторона Между холдингом Байтирек и Корейским институтом развития технологий Подписан меморандум о сотрудничестве В малом и среднем бизнесе он обеспечивает порядка 88% занятости Наша задача тоже увеличивать долю МСБ в стране Поэтому корейский опыт будет нам очень важен Партнерство двух стран выгодно не только опытом, но и инвестициями Корейские бизнесмены заинтересовались реализацией четырех проектов по линии ГЧП на 800 миллионов долларов В их числе строительство, эксплуатация Тургестанского областного шоссе, многопрофильной больницы и университетских клиник на базе медвузов Алматы и Караганды Мы рады подписанию соглашения, оно позволит реализовать важные инфраструктурные проекты в Казахстане Со своей стороны мы будем стимулировать корейский бизнес, активно участвовать в развитии казахстанской экономики Документы о сотрудничестве подписали также дочерние компании холдинга Байтирек Казахэкспорт с Корейской корпорацией торгового страхования Афон Даму с Корейским агентством малого и среднего бизнеса и стартапов Гульнара Хасан, Адиль Газетолемис, Хабар 24, из столицы Супруга президента Кореи Ким Джон Сук посетила Назарбаев университет Студенты продемонстрировали первой леди страны утренней свежести свои умения в различных направлениях современного танца В беседе с Ким Джон Сук казахстанские студенты отметили, что танец это одна из тех вещей Которая объединяет людей вне зависимости от их национальности и языка, на котором они говорят А также высказали пожелание, чтобы сотрудничество между двумя странами продолжалось Также в ходе посещения учебного заведения первой леди показали корейский уголок Открытый в библиотеке Назарбаев университета в прошлом году при поддержке посольства Кореи В нем представлены учебники, рассказывающие об истории и культуре страны утренней свежести Ким Джон Сук решила расширить имеющееся собрание и подарила университету несколько книг Южная Корея поделится с Казахстаном опытом борьбы с онкологическими заболеваниями Переговоры об этом сегодня прошли в столице на научной конференции Корейские специалисты рассказали о лечении онкоболезни при помощи протонной терапии Такой метод во многих странах мира уже признан передовым и эффективным Его использование позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов В Корее такую возможность получили 70% больных раком Отмечу, в прошлом году злокачественные новообразования были обнаружены больше чем у 35 тысяч казахстанцев На учете стоят 170 тысяч онкобольных Протонную терапию мы начали разрабатывать в 2001 году В 2007 был открыт центр протонной терапии Мы накопили за этот период большой опыт У нас разработаны протоколы, руководящие принципы по лечению с использованием протонных лучей Я думаю, что в этом направлении мы сможем наладить эффективное сотрудничество с соответствующими организациями Казахстана Больше половины заболевших корью в этом году были не привиты Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин По его данным, ежегодно против инфекционных заболеваний прививаются 5 миллионов казахстанцев Чуть больше миллиона из них дети К слову, благодаря иммунизации за последние 20 лет значительно снизились факты заболеваний и смертности от них Например, краснухая в 1998 году заболели 15 тысяч человек В прошлом году один Более чем в 140 раз сократилось число больных паратитом, гепатитами А и Б в 40 раз При этом сам процесс проведения вакцинации совершенствуется Теперь одна прививка